Почтовые открытки сегодня, в эпоху высоких технологий, это и неожиданно, и необычно, отмечают участники конкурса «Новая волна». Написать послание труда не составило. Другое дело, что сама процедура кажется многими уже забыта. Тем, что мы не знаем своих индексов, потому что мы дети уже двухтысячных практически, да, и мы привыкли к тому, что у нас есть смс, есть имейлы, и там не нужны ни индексы, ни адреса особо. С этим мы столкнулись, с тем, что ой, какой же у нас индекс в стране. Конкурсанты пишут о своих впечатлениях, пытаются передать свои эмоции и надежды на собственный результат. Пишу свой родной город Ростов-на-Дону, пишу папе и моей сестре, которые там живут. Заполнила, надо написать. Привет. Карточка с оригинальной маркой вышла в свет накануне открытия фестиваля в ограниченном количестве 12 тысяч экземпляров. Эксклюзивным стал и штемпель специального гашения для Сочи. Такую же открытку подписал почетный гость конкурса Николай Басков. Свой пламенный привет из солнечного Сочи народный артист адресовал президенту России. Я сегодня напишу, кстати, вот здесь, да, я решил, я думал, кому же мне написать. Я подумал, что я напишу открытку президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что ему 7 октября юбилей, день рождения. Поэтому у вас крайне ответственное задание, чтобы моя открытка дошла. Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» до 2014 года проводился в Юрмале. Затем каждый год сцена конкурса собиралась в центре Сочи. Теперь новое место прописки – эмеретинская низменность. Такое решение уже одобрили как жители Сочи, так и гости конкурса. Расширяет свою географию и полюбившаяся бесплатная дискотека Муз-ТВ. В этом году на курорте их будет сразу две. 11 сентября такая бесплатная дискотека пройдет здесь, в эмеретинской низменности, в Олимпийском парке. А 12 сентября по моей просьбе, я очень благодарен организаторам фестиваля «Новая волна», а также исполнителям, звездам, которые будут принимать участие, потому что вторую бесплатную дискотеку они будут делать в центре города Сочи. Свободных билетов на «Новую волну» практически не осталось. Зрительская аудитория с каждым годом все больше и больше расширяет свою географию. «Новая волна» – это место, где молодые исполнители борются за победу, а опытные артисты радуют публику своими творческими вечерами. Организаторы поработали над тем, чтобы каждый день конкурса стал незабываемым как для зрителей, так и для тех, кто будет выходить на сцену. Только раз в жизни бывает 50, и это случилось у Филиппа Киркорова. Потрясающий концерт, коллег по цеху, которые будут его поздравлять. Неожиданный дуэт, он даже не знает до конца, кто что будет петь. И я думаю, что это будет таким сюрпризом не только для зрителей, но и для самого Филиппа. Это первое. Потом, конечно же, две наши мировые звезды в открытии LP и Робби Вильямс. «Новая волна-2017» безусловно станет еще одним ярким событием в жизни Сочи. По традиции, еще до начала конкурса участники внесли свой вклад в создание бронзового барельефа. Молодые исполнители дополнили работу сочинского скульптора Вячеслава Звонова, которая скоро украсит аллею звезд на улице Новогинская. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.